Вот это вот я видел, мне это скидывал парень. Вот, да, мне скидывал этот паренек, не знаю, есть у нас с ним вообще переписка. Нет, но где-то, кто-то мне это скидывал. Это прикольно... Я помню, как мне это скидывали, мне это скидывали, типа, говорив про этого чувака. Прикольная идея сделать калаш, видишь, это типа фотки, которые соединены, но очень грязно, это грязь вообще сплошная. Стрелочками что-то пометил, прикольно. Вот такие обложки неинтересные, они прикольные, типа, посмотри сюда, посмотри туда, там стрелочка, тут стрелочка, какие-то граффити. А, это Мася, Мася, то есть это вот, Мася, вот это вот твоя обложка? Да, это твоя обложка. Если это так, то ты очень плохие слова пишешь в моих комментариях, очень глупые и смешные. Я хотел тебе ответить, но подумал, ладно, не буду. Если вы не заметили отсутствие заставки, то это значит, что, либо вы впервые на этом канале, либо вы панк, и вам выщипаху, и поэтому всем. Недавно я подумал над тем, что мое оформление группы нужно изменить, потому что оно было похоже на оформление группы с продажей наркотиков и яичек детей из Африки. Приняв решение его поменять, я решил это записать для ролика, тем самым показать, как сделать оформление для группы во ВКонтакте, в которой я продаю обложки по очень низким ценам. Заходи по ссылке в описании, заказывай и подписывайся. Ну а мы приступаем к созданию гениального дизайна. Создаем файл размером 1590 на 400, заливаем его ведром черный, выбираем какой-нибудь пиздатый шрифт и пишем наше имя из паспорта. Заходим в параметры наложения, потом в стюснение, и начинаем делать железного человека в фотошопе туториал. Подбираем какой-нибудь нежный и приятный, как губы твоей матери градиент. Добавляем внешнее свечение. Крутим ползунки цевета кора, делая картинку более сасной и сочной. Опять дублируем слой. Вообще-то не опять пасмолу. Заходим в фильтр размытия вращения, и просто крутим вот эту круг. Добавляем хуево кучу цевета кора, парочку текстур, и готово. Если я вам помог, то поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ладно, давайте, может, еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok